так думаю уже пора переходить к самому установщику соответственно стартовой точке я выбрал ось z так как она наиболее сложно механически то есть там есть поворотная ось там есть диспенсер большое количество подвижных деталей и соответственно я сделал первый вариант наборной головки с каретками по оси z то есть вы видите здесь сейчас установлен один модуль который позволяет двигаться с достаточно свободно по оси z плюс есть у нас трапециевидный болт который толкает центральную гайку она соответственно толкает верхнюю каретку в случае если эта каретка куда-то упирается то она пойдет вверх используют этот свободный ход этот вариант мне понравился тем что он достаточно легкий компактный но у него есть один очень серьезный недостаток он очень медленный это в данном случае очень критично и поэтому я решил повторить как головку из проектов обе сменса из германии вот вот это их не головка сборе их не головка как вы видите имеет другую конструкцию по z она двигается за счет двух больших моторов с зубчатыми шестеренками ремнями тремя свою очередь отдает достаточно большую скорость плюс есть свободный ход то есть если мы упрямо вот мы видим что он используя свободных вот поднимается наверх и при этом не будет крушить нам плату и детали а вот данная головка она не не модульная то есть нельзя комбинировать как-то по-другому то есть она вот есть уже такая это вот ее недостаток второй недостаток то что даже не полностью собранном виде как видите сейчас нет мотора уменьшен этот мотор и нету крышки которая будет держать провода то есть даже в этом виде она весит уже 900 грамм вот так что мы получили скорость но получили и избыточный вес принципе как вы здесь видите все все вывели на просто из листовой дюрали вот данном случае это было дюраль d16 но я посоветовал взять все-таки импортную полосу шириной его 70 миллиметров то что она намного удобнее режется и все детали у них рассчитаны под 80 миллиметров то есть и основа z оси я снова x оси это будет показано в дальнейшем и y оси она также сделана из них вот здесь вы также видите что установлен мотор с полой осью я не знаю здесь видно или нет но там так там есть дырка что позволяет нам здесь по поставить какой-то соединительный элемент соединить соответственно трубку к вакуумному насосу для того чтобы поднимать детали здесь у нас диспенсер он имеет зажим сюда ставится станет стандартный тюбик с пастой и соответственно сверху будет мотор у которого будет внутри трапециевидный болт опять-таки здесь есть свои недостатки и свои плюсы из недостатков то что для для установки шприца придется снимать опору мотора вот здесь вы видите два болта то есть их на будет открутить поднять мотор поставить шприц зажать и потом установить обратно мотор это вот недостаток но с другой стороны конструкция достаточно жесткая это в принципе это большой плюс также я сделал небольшое отличие вот здесь если посмотрите эта часть она находится чуть ниже чем боковина детали это для того чтобы я здесь допустим мог а перпендикулярно поставить какой-нибудь модуль например электромагнит для протяжки полос на подачке или другие какие-то детали такие дырки я сделал с двух сторон вот ну и как вы видите здесь это все двигается на рельсах хайвин также имеется вот кнопка которая показывает максимально вертикальное положение вот так же здесь вот можете посмотреть здесь есть отверстия четыре отверстия то у нас для крепления соответственно этого всего каретки которая будет двигаться по оси x выше у нас крепление клипсы для ремня который будет двигать по x и есть еще две дырки для крепления вот здесь видите для крепления камеры камера пока что не готова поэтому она здесь не стоит это вот основная механика на данный момент она выполнена в следующем видео уже сможете увидеть как она все установлена на большую хавиновскую рельсу вот видите она очень такая длинненькая это у нас самая длинная рельса которая будет двигаться по оси x соответственно это уже в следующем видео так что смотрите ждите надеюсь уже без такой паузы выложу потому что она в принципе практически вся x ось готова осталось только дособрать и снять видео к сожалению с временем вечная проблема и не всегда хватает на то чтобы снять видео и выложить его но в любом случае ждите она обязательно будет проект не забыт проект двигается проект жив так что смотрите пишите